здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы поговорим о программах многоканальный самописец и многоканальный осциллограф начнем с программы многоканальный самописец откроем программу из панели z-lab вкладка регистрация выберем многоканальный самописец самописец позволяет проводить непрерывную запись выбранных параметров сигналов файл одновременно можно регистрировать постоянное переменное пиковое значение полный размах и чистоту по множеству канал количество одновременно регистрируемых каналов может доходить до 200 начнем с разбора кнопки параметр настройки здесь мы можем задавать количество каналов как с клавиатуры так увеличивая и уменьшая мы можем выбирать каналы выбирать измерение также задавать цвет мы можем по оси x сдать количество секунд интервал количество секунд количество секунд усреднения и единицы измерения секунд недоступны секунды и минуты также мы можем поставить непрерывную галочку на непрерывную запись файл что это означает что многоканальный самописец будет записывать некоторые которые будут записывать результаты в папку «Пути конфигурации пользователя» «Результаты обработки». Поставив галочку и нажав кнопку «Применить», уже пойдет автоматическая запись. И при следующем запуске программы запись будет идти. Посмотрим. Вот у нас началось. Следовательно, нажатие на кнопке «Стоп» остановит запись в этот файл. Также можно сразу начать, можно еще раз создать новый файл, назвать его, например, «Измерение 2», «Сохранить», у нас создастся измерение 2. Клик по кнопке «Отчет» создаст Excel-файл. Таблица откроет новое окошечко, где у нас будет видно два канала и реальное значение. Также хочется отметить, данную кнопку «Единица исходная 0» показывает наши реальные значения. Выбрав «Единица исходная 1», преобразует значение в удобное для нас видение. То есть смотреть на 0,009 не особо удобно. Выбрав «Единица исходная 1», мы будем уже видеть не в милливольтах, а в микровольтах. А «Единица общая» преобразует это формат «Си». Также мы можем закрыть, поставить на паузу и, соответственно, нажать «Сброс» и «Сброс кнопки в 0». На этом разбор программы «Ногоканальный самописец» окончен. Приступим ко второй программе «Ногоканальный осциллограф». Запустим ее из панели ZLAB вкладка «Отображение», то есть программа «Ногоканальный осциллограф». Программа предназначена для оценки форм сигналов и измерения мгновенных значений, то есть в реальном режиме. Сам по себе многоканальный осциллограф ничего не записывает. Он может одновременно работать с 8 каналами одного и множества устройств. Мы можем выбирать каналы для каждого графика, соответственно, выберем пока 2. Мы можем задавать интервал по оси «Х». Стоит учесть, что интервал зависит от установленной в устройстве частоты дискретизации и выбранной пользователем частоты. То есть вот здесь мы можем выбирать ту частоту, с которой мы хотим показывать сигнал. Соответственно, для 25 кГц мне доступно только 6,5 секунд. Уменьшив частоту, я могу задавать уже гораздо больше. Также основное, что мы здесь можем, нажать кнопку «Автомасштаб» и включить постоянное автомасштабирование. Мы можем обновлять график каждую секунду или каждую одну десятую секунды. Можем включать разные режимы интерполяции. Можем совместить два графика в один, два сигнала в один. Можем включить свечение, ну, точки, поставить точки. Так, отключим смещение. Видим, что у нас тут включились точки. После настройки мы можем скрыть все наши настройки. На этом разбор программ на канале «Осциллограф» окончен. На этом все. Спасибо за внимание.